Субтитры сделал DimaTorzok Так что в этом видео я расскажу вам, как установить управление, при котором вы будете редактировать в два раза быстрее, как научиться с таким управлением играть и многое другое. Сразу спешу предупредить, что в данном видео я буду использовать только легальные способы, то есть никаких макросов и читов вы не услышите. Ну а перед тем, как мы перейдем к нашей сегодняшней теме, если вы впервые на моем канале, обязательно оформите подписку, поддержите меня как начинающего автора. Если вы уже оформили подписку на мой канал, то ни в коем случае не стоит забывать, что ну и лучшая поддержка меня это мой тег-автор-мотивкар в вашем ждемном магазине Fortnite. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Я не прошу от своей аудитории ни донатов, ни подарков, просто водите мой тег себе в магазин и радуйте себя покупками, ну или подарками своих близких. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их к специальной альбоме официальной группе канала ВКонтакте, ссылка в описании. Так вы попадете в видео, как и следующие ребята, в конце ролика. Ну а теперь приступим. Насколько мы все знаем, путей редактирования в Fortnite Mobile всего два. Первый путь, который установлен у нас по умолчанию при скачивании игры, менее эффективный и называется редактирование касанием. Не знаю, как по мне, им пользуются только новички. Напишите в комментарии, если вы про игрок и пользуетесь данным способом. Но речь пойдет сегодня не о нем. Второй путь, которым пользуется подавляющее большинство игроков и, как по мне, самый эффективный, называется редактирование закрепленной кнопкой. Если в первом случае мы редактируем, проводя пальцем по квадратам редактирования, то во втором мы устанавливаем специальную кнопку, при нажатии которой мы редактируем от закрепленной точки в центре экрана. Но иногда в игре бывают такие случаи, когда после отредактирования постройки тебе надо ее вернуть в первоначальное состояние. Именно за эту функцию отвечает кнопка в управлении Fortnite Mobile, при нажатии которой постройки мгновенно сбрасывают прежнее редактирование. Но уверен, вы согласитесь, мгновенно сбрасывают слишком грубо сказано. От момента, пока вы нажмете на эту кнопку и пока нажмете на галочку, пройдет чуть больше секунды. И скорее всего, за это время противник успеет сделать вам шот через ваше отредактированное окно. Так чтобы редактировать быстрее, вам стоит всего лишь повысить сенсу. В свою очередь, быстрее отменять редактирование никак не получится. Или получится. Недавно один из моих подписчиков рассказал мне про такой способ в редактировании в Fortnite Mobile, который называется скролл. Суть ее в том, что ты возвращаешь постройки в обычное положение в несколько раз быстрее. То есть, если ты будешь это делать по-классически, это займет чуть больше секунды. Скроллом даже меньше полусекунды. В общем, что я говорю, давайте я вам покажу, как это действует на практике. Вот так мы отменяем редакт по классике. А вот так мы отменяем редакт со скроллом. Намного быстрее, не так ли? В общем, давайте я расскажу, как установить скролл в вашем управлении в Fortnite Mobile. Для начала заходим в настройки и открываем ваш макет управления. Когда в вашем управлении стоит режим бой, снизу ищем кнопку возврат редакта. Дублируем ее на экран, куда вы поставите вторую кнопку не имеет значения. Но при возврате редакта вы обязаны нажимать на этих две кнопки, как показано на видео. Как вы видите, довольно-таки не сложно. Но все же, если у вас появятся какие-то трудности, смело пишите за помощью в мою официальную группу канала ВК. Ссылка в описании. Я отвечаю за все сказанное на моем канале и готов решить ваши трудности. Хочу выразить огромное спасибо Арсению, моему подписчику, за предоставленный способ и материалы для видео. Так как в данный момент у меня нет андроида и играть, к сожалению, я не могу. Но он появится уже на этой неделе. Присмотрел себе очень крутой телефон из моего прежде снятого топа на канале. Рекомендую к просмотру. Fortnite летает как на ПК. Обязательно сниму на него обзор. Ну а так, огромное спасибо за просмотр. Если тебе понравилось и помогло данное видео, смело ставь лайк и отправляйся к моему другу, который тоже играет в Fortnite Mobile. Не забудь оставить комментарии о том, как сильно помог тебе данный способ в редактировании. Ну а с вами был Матвей. Hasta luego.